Привет! Как думаешь, есть ли разница между тем, чтобы выпить бутылочку колы и съесть целую ложку сахара? Я думаю, есть, ведь в кока-коле кроме сахара еще и ароматизаторы, ортофосфорная кислота, красители и куча прочих веществ. Все мы видели эту легендарную картинку, на которой количество сахара в напитке показывают с помощью кубиков рафинада. Один такой кубик весит 2 грамма, и если выложить из них красивые пирамидки, то получим вот такую вот картинку. По крайней мере, если опираться на непроверенные данные с интернета. Сегодня же мы их либо подтвердим, либо разоблачим. На самой этикетке от колы указана информация, что сахар по количеству следующий после воды. Ну а по официальной информации от гугла, в 100 граммов кока-колы 9 грамм сахара. А по официальной информации Голденбурста, для того, чтобы это проверить, понадобится еще кастрюлька и плита. Мы взяли фиксированный объем кока-колы в 330 миллилитров и вылили ее всю, чтобы довести до кипения. Когда напиток будет кипеть, лишняя влага испарится, а вот все остальное содержимое как раз останется на дне кастрюли. Это и будет наш сахар, и еще немного красителей, ароматизаторов и прочих примесей. Со временем жидкость начинает загустевать, и рано или поздно превращается в густую карамель. Хоть и похоже, эта карамель больше на гуталин или нефть. Когда жидкость полностью испаряется, оставшуюся смесь мы выливаем на пергаментную бумагу и ставим в морозильную камеру для быстрейшего застывания. Ну а пока она там отдыхает, мы идем дальше. Теперь на очереди следующий по популярности напиток, а именно фанта. С ней нам нужно проделать ровно ту же процедуру испарения жидкости. Но сейчас, где-то в середине процесса, мы заметили, что в отличие от колы, здесь красители отслоились вместе с пеной, а сама фанта стала почти прозрачной. На вкус пена как будто концентрат фанты, а сама жидкость безвкусная, только очень сладкая. По итогу мы получили такую же карамель. Также само выливаем ее на формочку и тоже ставим в морозилку. Всю ту же процедуру проделываем и со спрайтом. В нем вообще нет красителей, поэтому он очень красиво кипел. Но при этом издавал странный запах. То ли земли, то ли какой-то затхлости. Карамель из спрайта вышла самая красивая. Прям как будто бы для этого и сделана. Ну а пока полчасика все это дело остывает, давайте поговорим о том, вреден ли вообще этот сахар и почему его все так боятся. Ведь кто-то считает, что это легальный и страшный наркотик, а кто-то, что и вовсе безвредное вещество. Если верить открытым источникам, дневная норма сахара для взрослого человека это 50 грамм. Но много это или мало? В одном банане около 10 грамм сахара, в апельсине 7, а в яблоке 5. Только с этим сахаром мы употребляем еще и кучу полезных веществ, которых в газировках нету. Сахар мы употребляем из всего, даже казалось бы соленые печеньки и те в себе содержат 5-7 грамм сахара на пачку. А теперь берем то, что мы получили из кока-колы и нашу увесистую карамельку кладем в кофемолку. По плану сейчас карамель раздробится и превратится в настоящий рассыпчатый сахар. И в принципе все сработало. Вот столько сахара в одной баночке колы. Взвешиваем на весах и получаем цифру в 40 грамм. Между прочим почти целая норма за день и всего-то в одной баночке кока-колы. Высчитываем сколько сахара в 100 граммах и получаем цифру в 11,4 грамм, что на 1,5 грамма больше, чем заявлено. И это еще с учетом всех наших потерь. А что же с фанта и спрайтом? С ними мы сделали то же самое, только предварительно попробовали карамельки на вкус. Как будто очень-очень концентрированный. Спрайт мне понравился больше всего, прям будто настоящая конфета. Ну а граммовки сахара здесь примерно сошлись с заявленными. И там и там было около 30 граммов сахара на баночку. На 10 грамм меньше, чем у кока-колы. Так получается, что картинки с кубиками сахара правда? Мы не пересчитывали, но вот если выложить пирамидку для 2-х литровой бутылки колы, получится вот такая вот гора сахара. Здесь 220 грамм, что в 4 раза превышает дневную норму. Выходит, в кока-коле очень много сахара, и бутылочки 0,5 хватит, чтобы превысить твою дневную норму потребления. Честно, после того, как увидел все это своими глазами, колу пить перехотелось. Но остался еще один интересный вопрос. Правда ли в кока-коле зеро сахара нет? Воспользуемся нашим уже проверенным методом с испарением лишней жидкости. Кола зеро испарялось быстрее и не образовывало никакого густого сиропа. Только в самом-самом конце на дне образовалось вот такое небольшое количество вещества. Я подозреваю, что это как раз и есть ароматизаторы, красители и все вот это прочее. Мы обратно залили в кастрюлю воды, помешали и получилась та же самая кока-кола. Почему же тогда кола зеро такая сладкая? И правда ли от того, что в ней нет сахара, она менее вредная? Тут уже вопрос спорный, потому что в такой газировке используют сахарозаменители. И не такие, как например натуральная стевия. Она, кстати, в 5 раз слаще сахара. А такие, как аспартам, который еще до конца не исследован и запрещен во многих странах. Нам удалось купить немножко, чтобы проверить, правда ли он слаще в целых 100 раз. Так что кола зеро не полезная, но однозначно я бы лучше выпил ее, чем обычную. А еще многие из нас отдают предпочтение сокам. Якобы они не такие вредные, как сладкие газировки. На самом дешевом сразу написали, что добавляют сахар. И причем не меньше, чем в колу. 11 грамм. На более дорогом написано, что это 100% сок. И сахара здесь нет. Что ж, проверим. Этот сок за 100 рублей мы вылили в кастрюльку. Начали испарять. И спустя пару минут заметили, что как и в фанте, красители и ароматизаторы оказались в пене наверху. А чуть позже сок также превратился в густой сироп. Эх, выходит и сюда сахар добавляют. Также мы решили проверить сок за 300 рублей. И вот он уже не подвел и испарился полностью. Осталась только часть фруктовой мякоти. Вот такие вот выводы. Не забудь поставить лайк, если видео тебе понравилось. И напиши в комментах, что ты думаешь по этому поводу. Пока! Пока!